День народного единства, который мы уже по традиции отмечаем 4 ноября, отпраздновали в детском саду Золотой ключи Канадре. Праздник получился ярким, участие в нем приняли практически все воспитанники самых разных возрастов и национальностей. Подробности в материале медиа-волонтеров Альтаир Чукотского многопрофильного колледжа. Более 10 мероприятий подготовили и провели для своих воспитанников в канун празднования Дня народного единства, или, как его принято еще называть, День согласия и примирения, педагоги и сотрудники детского сада Золотой ключик. Народное ополчение, кто такие Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, все это и многое другое дошкольники с интересом узнавали на беседах и занятиях. Что вы узнали сегодня о празднике? До народного ополчения в школе Дмитрий Пожарский, Кузьма Минин, они освободили ножку от пыльских захватиков. Это очень сложный плавник, но детям тоже нужно знать, зачем мы его отмечаем. Я думаю, что это все связано с нашей Родиной. Ребята вспомнили о том, как велика и красива наша Родина, как богата событиями ее история, закрепили свои знания о государственных символах. Ты знаешь значение цветов флага России? Да, нам группы воскрасны. Белый свет – это милый и чистота. Синий свет – это вело и постоянство. Классный свет – это энергия, сила и мужество. А еще это кровь, кровь, кровь-то я заочиснул. Формат патриотических мероприятий был настолько разнообразным, что нам пришлось в течение нескольких дней знакомиться с обширной деятельностью маленьких патриотов. Каждая группа, несмотря на свой возраст, принимала активное участие в многонациональном проекте «Сплочен и един. Наш народ непобедим». Простор для фантазии и творчества в детском саду огромен. Креативная мастерская Елены Каакай, педагогу дополнительного образования, помогла вместе с детьми оформить панно в технике «Вытынанка. Россия – Родина моя». Этой техникой ажурного вырезания из бумаги дети совместно с педагогом оформляли фотозону, в которой можно будет сфотографироваться вместе с родителями и друзьями. Целый спортивный праздник, когда мы едины, мы непобедимы, провели в двух группах дошкольного учреждения. Если в одной группе конкурсу были связаны с национальными видами спорта Крайного Севера, то во второй группе педагоги познакомили ребят со спортивной программой, где демонстрировались русские состязания. В детском саду многоцветия, национальности и различных культур, поэтому одним из значительных мероприятий стала литературная гостиная, где стихи и поздравления звучали на разных языках и на речи. Я так думал, что я не знаю, 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 что я не знаю. Салям, маниматым Амира Мерембэнк. Барачат Сахуннов Халкуннад Сычуншавы. А крыт ума чону в стул, англоспас найголы, сэн имени тарылку га, хэт кэлэнтэн, элмдэйбис. Многие сотрудники детского сада в свободном от основной работы время принимают активное участие во Всероссийском движении волонтеры победы. Именно поэтому волонтеры регионального штаба приняли участие в этом патриотическом мероприятии и с особой благодарностью решили отметить лучших чтецов номинации «Литературный конкурс коротких стихов» на тему «Пою моё Отечество» приуроченных ко Дню Народного Единства. Проведение таких мероприятий помогает воспитывать чувство любви к Родине, гордости за неё, за народ, населяющий Россию. Карина Рофтена, Родион Дранный, Ольга Шишкова, специально для новостей Чукотки.